Вообще, в рамках данного коротенького видеоролика я хочу поздравить всех участников рынка с тем, что мы сейчас впадаем в острую фазу рецессии под названием финансовый кризис. Я хочу напомнить, что мы первыми, наша редакция и наша аудитория предупреждали, говорили о том, что еще в марте, через полгода, 9 месяцев максимум, наступит финансовый кризис. Сегодня, 5 июля 2022 года, финансовый кризис де-факто наступил. Обратите внимание, как падает цена на нефть, она валится уже на 9%, и это лишь начало снижения нефти. Внимание на месячный график по нефти. Я также делал посты вчера вечером, где четко дал понять, что меди, как промышленный металл, уже себя исчерпало, она обвалилась. Об этом также я говорил на утреннем анализе рынка. И дальше будет очередь за нефтью. Нефть сейчас будет догонять медь, как промышленный сырьевой товар. Соответственно, нефть сейчас целится по месячному графику на уровень поддержки Яма-9, 98 долларов 90 центов. Но данный уровень мы, скорее всего, прошьем в рамках краткосрочного периода времени. И целями затем будет уже поддержка 84 и 80 долларов за баррель. Ниже я, честно говоря, особо не жду нефть. Ну, максимум, может быть, 70 покажут. Могут, могут, не отрицаю. Но слишком вниз это маловероятно, так как текущая дефляционная спираль. А мы увидим снижение инфляции в мире сейчас. И американские политики будут говорить, что, мол, вот мы побороли инфляцию, мы молодцы, поглади нас по головке. Во всем виноваты другие, но мы все побороли. Это чушь, лабуда, это ерундистика. Почему? Это тупо популизм. Вот тупо из этого, что это популизм. Не более того. Соответственно, очень скоро Федеральная резервная система в рамках снижения инфляции, она выйдет на подиум и скажет всем. Мы запускаем программу количественного смягчения при мягкой денежной кредитной политике. Мы будем заливать деньги, рынки деньгами, экономику деньгами. Все будет заливаться деньгами. На этом всем факторе, господа, они будут запускать не только количество смягчения программы, печатный станок, но еще и пакет стимулирования в секторе экономики, потому что логистика ни черта не восстановилась. Цепочки поставок к чертовой матери разрушены. Деглобализация набирает обороты. И, соответственно, секторы экономики из-за этих факторов, они страдают, потому что комплектующие товары не доходят до конечного потребителя. Вот в чем проблема. Я все веду к тому, что чтобы хоть как-то компенсировать в компаниях те затраты, какие они сейчас несут, но чтобы эти компании не обанкротились в дальнейшем, американцы придут к такому выводу. Деньги печатать неимоверными темпами. И смотреть, в чем суть. Потом у нас будет с вами новая фаза инфляции. Будет галлопирующая инфляция с выходом в гиперинфляцию. Этого не избежать. Поэтому популизм, который сейчас будут вам говорить американцы, европейцы и прочие идиоты, это все ерунда. Просто запомните, что я вам говорю. Все наши прогнозы, какие мы с вами позвучим, они сбываются. Я не гуру, я не ванга. Я экономист, я трейдер в первую очередь. И я работаю в рамках причинно-следственной связи. Соответственно, переходя уже на пару рубль-доллар, смотрите. Как только нефть уйдет к уровню 80, рубль-доллар придет к уровню 90. Я об этом говорил еще в этом видеоролике, 8 апреля, где я четко все говорил, утверждал, доказывал на макроэкономических примерах, что рубль ненадолго укрепляется. Не верьте вы в излишнее укрепление рубля и прочее в этом духе. И вот что касается нефти. В том числе, тоже прогноз я понедавал 27 июня, то, что искренне будем выходить вниз. Единственная проблема нефти в том, что точку Е полноценно не отработает. Пришлось пойти зигзагами. Поэтому тут, как говорится, что имеем, то имеем. По-другому никак. Вот, какая моя стратегия сейчас? Я лично вне шарта нефти. Моя точка Е не сработала, но я лонгую доллар. Я лонгую бумажный фиатный доллар. Поэтому по мере снижения цены на нефть, моя жаба, она будет душиться. Она будет молчать. Она не будет лишний раз квакать. Почему? Потому что доллар будет расти. Вот так я со своей жабой договорился. Благо, баксы есть? Есть. Так что они мне лично профит принесут. И про покупку долларов я неоднократно говорил еще раньше, в принципе. То, что я при себе держу металлы, я при себе держу фиатные доллары, бумажные. Не электронные, а бумажные. В принципе, кто смотрел, тут знает. Повторяться миллионный раз я не хочу. Потому что меня это излишний раз просто вымораживает. Переповторение. Поэтому по баксику аккуратненько, медленно, но верно, пойдем вверх. По нефти медленно, верно, пойдем вниз. Вот как-то так. Поэтому, господа, все те клоуны, которые вам говорили, что нефть будет стоить по 300 долларов за баррель, там по 200, 50, по 400, они просто лапшу на уши вешали. Особенно инвест-дома. Американские, европейские и прочие в этом духе. Я веду все к тому, что нефть может быть и будет стоить 200 долларов за баррель. Уже через несколько лет. После завершения текущего финансового кризиса. Может быть. Но прикол-то в том, что она будет стоить не сейчас, а может быть потом. Опять же, ключевое слово может быть. Я все веду к тому, что инфляция дальше будет раскручиваться. И это будет последний виток инфляции в рамках текущей старой фиатной системы. Учитывайте это. Потому что печатный станок, он будет запущен в последний раз. И я в последнем видеоролике, почему крах доллара неизбежен, аргументировал это тем, что еще будет обвал доллара, индекса доллара. Тогда, когда они запустят эту монетарную политику. Вот о чем речь. Когда они будут ставку ключевую в минус снижать, в отрицательное значение. Вот тогда и начнется хаос в экономике. Но мы с вами от этого будем выигрыши. Почему? Вы покупали металлы? Вот я покупал. Они у меня есть. Слитки серебра. И очень много. Соответственно, буду ли я париться, когда все это дерьмо начнется? Нет. Я буду пировать. Почему? Потому что девальвация доллара будет катастрофическая. А на этом факторе участники будут думать, да нахрена нам американский доллар нужен? Надо бежать от Седова. Куда бежать? В металлы. Вы что думаете? На рынке дебилы работают, что ли? Господи, боже мой. Что ж вы наивны такие-то, я не понимаю. Поверьте, они будут до последнего ждать. Они будут вымораживать. А потом они возьмут и переобуются. Вот так всегда. И вот что касается американского доллара, господа. Моя стратегия, она в принципе обыденная какая. Ну, я дождусь 80-90 рублей за доллар. А дальше буду думать. Продавать или не продавать? Время покажет. В любом случае, я в рубль как таковой особо не верю. Я понимаю, что многие говорят, что рубль это будущая энергетическая валюта. Бла-бла-бла. Опять же, господа, даже сейчас Российская Федерация очень тесно кооперируется с экономиками азиатских стран, Индии и Китая. Я понимаю одну простую вещь, что Россию сейчас на привязь берут. Российскую экономику, азиатские страны. И поэтому рубль он был, есть и будет сырьевой валютой. Забудьте про такое понятие, как энергорубль. Нефть и рубль, газовый рубль. Вот просто забудьте про это. Этого не будет. Будет другая трансконтинентальная валюта на территории Евразии. Но это будет не рубль. Экономика российская маленькая слишком для вот таких громких возгласов. Вот о чем речь. Поэтому Бочинский от уровня, ну может быть 80-90, я его буду вероятно продавать спекулятивно. Но, когда начнется уже большое, скажем так, большое ослабление рубля, а рано или поздно мы его получим все равно. Этому будут сопутствовать макроэкономические и микроэкономические, то есть внутрироссийские факторы. Я просто не буду углубляться, что именно это будет. Так как я, как говорится, тоже лишний раз базар фильтрую. А то мало ли всякое бывает. Но это все потом сподвигнет рубль к сильному обвалу. Запомните это. Просто, когда все это произойдет, я на это видеоролик буду всех ссылать. То, что вот там группа канала Биржик об этом говорила. Михалыч об этом говорил. Вот так вот. Так что, господа, двойную донышку мы тут вполне реально сформируем в долларе до уровня 90. Там продаваться можно. Потом, как вариант, вот так вот. Двойным донышком. А потом полетим с вами куда-нибудь повыше. Через эдак годик-два. Ну, посмотрим. Я гадать по срокам не буду. У меня это плохо получается. Поэтому макроэкономика, господа, превыше всего. И главное, я вам знаю, что я хочу сказать. В Центральном банке это знают. В Минфине это знают. Это понимают. В государстве тоже понимают и знают. Почему? Потому что они макроэкономички понимают то, что медленно, так сказать, но верно. Приходит осознание того, что экономику нужно структурировать. И структурированность она будет. В любом случае будет. Но это будет позже, а не сейчас. Это будет намного позже. Полагаю, что уже после презентации цифровых валют. То есть до этого еще нужно, скажем так, дожить. Ну, чтобы в голове созрела эта мысль. Ну, в общем, в который раз мы с вами оказались правы, в любом случае. Поэтому я валюту лично держу. Вот. Я повторюсь, я вне шарте по нефти. Я сейчас шарить не собираюсь нефть по текущим ценам. Потому что баквардация уже по фьючерсным контрактам невероятно высокая. Ну, то есть нефть сейчас по 102-103 торгуются. А фьючерсные контракты с погашением в декабре 22-го и в марте 23-го, они торгуются уже по 90 долларов за баррель. Ну, логика понимаете, да? То, что уже не рентабельно. В общем, как-то так. Поэтому, если у вас валюты есть, держите. Есть металлы, держите. Че паритесь? Я лично фиатные валюты не верю. Я не верю в рубль тот же самый. Хоть у меня рубли и есть. Есть откровенно говорить. Ну, просто мы-то живем в рублевой зоне. Да, но эту позицию, капитал в рублях, необходимо к этому хеджировать другими валютами. Ну, не валютами, а другими инструментами рынка. В общем, как-то так. Поэтому картина отрабатывается четко по тому сценарию, который мы с вами озвучивали неоднократно. И чтобы быть в курсе всех событий, я вам рекомендую подписаться на все наши медиаресурсы, если вы все еще не подписаны. Наши телеграм-каналы в канта группа Яндекс.Дзен. Подписывайтесь и будьте в курсе всех событий, так как информация, которая уходит там, задержка во время, поступает на YouTube. А это очень ценные ресурсы, где никакого около рынка нету. И мы вам ничего не впариваем, не продаем, курсы, шмурсы и прочее нет. Мы вам говорим, как есть. И благо наша аудитория на этом всем зарабатывает. Ну и при этом голову включает в рамках макроэкономических вопросов. То есть созревает население российское к принятию, воспринятию и пониманию тех или иных макроэкономических механизмов. Это очень радует. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время грамотная стратегия нашей главной союзники. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...